Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы снова с вами на передаче «Исторический квартал». И сегодня мы поговорим о замечательном месте, месте, связанном с Иваном Алексеевичем Буниным. К сожалению, не только месте, потому что здание, о котором мы будем говорить, где прошли важнейшие годы в жизни Ивана Алексеевича Бунина, не сохранилось. Сейчас здесь, в советском районе города Орла, школа номер один, а начиная с 1873 года, здесь находилась редакция интереснейшей газеты, «Орловский вестник». Первоначально учредителями этой общедоступной частной газеты, что тоже удивительно, проявление такой творческой инициативы, были Андрей Тарачков и филолог Чудинов. Затем газету купила Семенова и Шелихов. И вот именно к этому периоду относится сотрудничество с ней нашего великого писателя Ивана Алексеевича Бунина, который в то время еще совсем не был велик. Ему было 18 лет, и он уже публиковался в некоторых центральных газетах и журналах. Семенова увидела его творческий порыв, тогда еще он был никому неизвестен, и пригласила его, Ивану Алексеевичу Бунину. В 1889 году предлагается быть помощником редактора этого издания. Издание выходило тогда два раза в неделю. Оно было очень популярно. Это был «Зов и глаз Орловской интеллигенции». Печатала лучших тогдашних писателей, делала литературные обзоры, писала обо всем. Это, собственно, была газета «Интеллигенции». И вот Иван Алексеевич советуется с братом Юлием, которого он очень чтил, уважал, он тоже был редактором. Он едет для этого в Харьков, и после этого соглашается. Живет здесь, в редакции газеты, посещает также читальню, о которой мы уже рассказывали, этой газеты. Когда газета выписывал все возможные журналы, Бунин погружается не только в литературное творчество, но и в исследование литературы вообще. Надо сказать, что ему приходилось писать на самые разные темы. Он, например, пишет о театре. У него есть очерк об истории Орловского театра и о графах Каменских. Он становится критиком литературным. Литературную страничку издает. Это, наверное, самое главное его творчество здесь. Кроме того, он занимается переводами. Сам публикует свои первые стихи. Но, безусловно, приходилось заниматься не только этим. Он пишет о сельском хозяйстве. Он пишет даже о быках, что совершенно, конечно, не соответствует его интересам. Пишет о тех темах, которые приходится ему тут же изучать. Ну, это расширяло эрудицию молодого художника слова. Бунин посещает все крупные мероприятия, которые проходят тогда в губернии. Живет жизнью орловской богемы, орловской интеллигенции. Здесь он влюбляется в Вареньку Пашченко, которая была родственником Семеновой. Здесь его впервые узнают как крупного переводчика и стихотворца. Издается первый его сборник стихов. Но, на самом деле, это ярчайшая страница в жизни Бунина, после которой он всегда говорил, что через много лет, когда он думает о России, он в первую очередь видит орел. И, конечно, это место, сам Орловский вестник, посуществовал еще некоторое время. Его затем перекупает Алиста, потом он становится товариществом. Затем, в 1918 году, эту газету национализирует. Она становится газетой пролетариата. Меняет несколько раз свое название, пока не вливается в будущую газету Орловская правда. Надо сказать, что уже затем, в современные годы, несколько, два десятилетия назад, эта газета была возобновлена. И портрет Бунина изображен на ее первой странице. Это место также претерпело большие изменения. Дом, где существовала редакция Орловского вестника, наибольшей степени связанной с жизнью Бунина на Орловщине, не сохранился. Он исчез в войнах и лихолетиях. Но хотя ничего не сохранилось на месте редакции Орловского вестника, тем не менее, память примерно в этом месте, а о Бунине все же есть, материальная память. Это бюст Ивану Алексеевичу Бунину, который был открыт 17 октября 1992 года. Это авторская работа скульптора Уварова. Надо сказать, что поставлен он здесь благодаря замечательной инициативе тогдашнего и долголетнего директора библиотеки Валерия Васильевича Бубнова. Именно по его инициативе библиотека тогда же приобрела имя Ивана Алексеевича Бунина, находясь в непосредственной близости, можно сказать, в двух шагах от редакции Орловского вестника. Именно по его инициативе был поставлен этот бюст, открытый при стечении орловской интеллигенции. Безусловно, Бунин, который смотрит сейчас на нас от фасада библиотеки, Бунин ходил здесь, дух его, наверное, живет в этом камне. И вот это место, этот памятник и все окружение, дух тех деревьев, испускаем имя аромат, который вдыхал Иван Алексеевич, ощущение этих темных аллей, которые напишут позже, вот все это сохраняет тут атмосферу того самого раннего, самого юношеского периода в жизни нашего великого земляка. Но память о Бунине здесь живет, живет в этой первой школе, где учатся дети и помнят о том, что здесь когда-то Бунин писал свои стихи. Живет в экскурсиях о Бунине в нашем городе, живет просто в нашем сердце, когда мы проезжаем по этой тихой улочке, и проходим по ней, у нас в памяти звучат Бунинские строки. «Звезда дрожит среди вселенной, чьи руки бережно несут, такой влагой драгоценный сей переполненный сосуд, зведой божественной, потиром земных скорбей небесных слез, зачем, о Господи, над миром ты бытие мое вознес». На этих строках Бунина мы прощаемся с вами, дорогие друзья, и через неделю снова увидимся в передаче «Исторический квартал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова